сейчас я попробую заклеить окна фольгой чтобы они не нагревали чтоб фольга она отражает все излучение вот она друзья эта фольга смотрите уже баночка пива даже есть где же не пиво то взяли а здесь классные дыньки воды 4 манга 1 килограмм 80 индийский круг здравствуйте друзья намасте это олег на канале india magic tv сегодня у нас ролик с условным номером 568 продолжается наша уже кажущаяся бесконечной изоляция во в риндаване кроме того на ближайшие дни по прогнозу погоды ожидается плюс 47 и даже плюс 48 градусов цельсия правда эти прогнозы не всегда сбываются но все равно сегодня будем готовиться к жаре однако мы с вами не будем пока что сидеть дома а пойдем гулять там во время прогулки и поговорим большая просьба друзья обращайте пожалуйста внимание на левый нижний угол экрана там иногда я показываю дату съемки текущего материала сегодня друзья я приехал на ямуну сюда уже просто сил нет сидеть дома надоело и здесь в этом месте на берегу реки я не был наверно с начала этого апокалипсиса пока меня здесь не было они построили эту набережную нет сил сидеть в комнате и я просто взял сегодня поехал за покупками в магазин который работает со двора как бы так нелегально он вроде открыт вернее он фактически закрыт снаружи дверь закрыта входная парадная можно заходить со двора и покупать там что хотите я там сделал некоторые покупки себе молочку купил йогурт купил сейчас у меня есть холодильник можно в принципе покупать впрок это все и вот решил сюда приехать на реку смотрите как здесь классно здесь прохладно от реки говорят что ямуна очистилась за время этого этой хрени ну я не особо вижу что она чище стала вот какие-то штуки там плавают какие-то мошки там бегают какие-то штуки вон плывут эти растения которые мы видели с сашей в шри-ланке вот эти плавучие растения и их трифиды называют есть такой фантастический рассказ день трифидов здесь смотрите уже баночка пива даже есть где же не пиво-то взяли а здесь не знаю где тут можно пиво купить надо узнать еще и купил фольги оказывается здесь можно купить фольги большой рулон такой огромный меньше не было 75 метров 500 рупий стоит алюминиевая фольга я сейчас попробую заклеить себе окна этой фольгой хотя бы частично говорят что это помогает от жары он смотрите там какие-то штуки под водой плавают их там сотни они под водой все ой водичка мне сказать что она холодная не сказать что на теплая она приятная на ощупь такая вода ямуна течет через деле ну в обычное время когда промышленность работает все сточные воды они впадают в эту реку деле сбраска сбрасывает свои сточные воды в реку святую ямуну и к нам она сюда уже приходит это ему на после деле ну и вот сейчас промышленность остановилась в индии и говорят что ему на там она на сколько-то процентов очистилась хотелось бы в это верить очень хорошо здесь отсюда не хочется уходить никуда на противоположном берегу люди купаются а как пройти на противоположный берег отсюда ну никак отсюда только вон там понтонный мост бывает работает иногда но до него довольно далеко отсюда пара километров а ну можно конечно на лодке перебраться на тот берег вполне дан самый простой путь заплатить лодочнику перебраться на тот берег и там зависнуть на целый день никто вам ничего слова не скажет потому что нет там никакой полиции нет там никакого локдауна вообще поставить там палатку и жизнь вон с этими саду с монахами странствующими а вон собаки купаются друзья смотрите как классно они купаются прыгают в воду жарко и они прыгают в воду и там был пихаются плавают по собачьи две собачки а там с той стороны лодочники они ждут когда кто-нибудь подойдет все-таки сейчас даже заплатит им денежку и покатать по реке они могут вас даже сейчас на ну или просто переехать переплыть на на другую сторону переправиться ну что ж пойду наверное я сейчас поеду обратно домой попробую заклеить фольгой окна свои что получится из этого он собака вы дегона худая она купалась она мокрая с него дать отчет и сейчас не жарко выбираюсь отсюда с этого места на берегу реки на парикромную дорогу вот поднимаюсь сажусь на велосипед и и еду домой сейчас меня обгонит молочник на мотоцикле вот этот дядечка с бидонами смотрите насколько уже много людей на улице то есть уже людям надоело сидеть по домам они выходят у нас были здесь моменты было время когда вообще нельзя было выходить из дома следующем видео я вам расскажу о том как я переносил вот это заточение сиденья в четырех стенах свежий воздух солнышко хорошая еда хорошее настроение только это может помочь укрепить нашу с вами иммунную систему друзья около нашего дома лодочники продают фрукты и овощи они каждый день дежурят здесь прямо около входа в дом классные дыньки воды возвращаюсь свою мрачную комнату сейчас я попробую заклеить окна фольгой чтобы они меня не нагревали чтоб фольга она отражает все излучение что она серебристая в том числе инфракрасная и может все вот это я уберу конечно тогда все вот эти тряпки с окна но когда я заклею окно фольгой меня будет тут еще мрачнее в комнате придется все время включать искусственное освещение да в общем то и так я все время включаю искусственное освещение ну попробую если не будет это эффективно то я конечно уберу эту фольгу давайте посмотрим что я здесь купил сегодня еще не так хорошо погулял накатался на велике ни одного полицейского не видел нету их на улицах здесь по крайней мере на нашем участке парикрамной дороги вот она друзья эта фольга 72 метра здесь и она она очень тонкая я подозреваю пищевая фольга да да она вот видите такая она она очень тонкая как фактически как оберточка у конфет хлеба купил еще он у меня хорошо идет кока-колу я купил тоже мне кока-кола реально здесь помогает с жирой бороться понемножку и и пить и я не знаю почему потом я вам расскажу про странности моего поведение странности поведения моего организма я вам отдельно расскажу купил скотч поможет мне обклеивать окно не знаю сколько скотч стоит здесь вот такое такие большие упаковки он дешево стоит на самом деле фольга стоит дорого она стоит 500 рублей купил йогурт это классический йогурт можно смешать его с водичкой с холодной и взболтать добавить сахар и будет ласи и вот из этой упаковки тут килограмм этого йогурта тут получится очень много лазь купил вот эти палочки ушные называют их cotton buds на самом деле решил затариться майонезиком вот такой ведь майонез без без яиц видите написано eggless egg это яйцо лес это значит что здесь этого яйца нет это майонезик без яйца и приправку купил у меня есть панир сыр вот этот индийский сыр и вот я хочу сделать блюдо шахи панир эти вот специальная приправа для блюда шахи панир то есть все есть а ну конечно же вот еще мой любимый йогурт вот этот сладкий пудинг йогурт пудинг я называю очень вкусно и три фалу купил в таблетках для очищения организма хорошая штука это мои покупки на сегодня но не это не все я еще купил там арбуз и картошки и помидоры таким вот образом друзья я обклеиваю окна фольгой было бы она чуть толще было бы удобнее с ней работать она очень тонкая легко рвется но ничего я приспособился с помощью вот этого скотча здесь его раскраиваю этот скотч вот такой вот обыкновенный обклеиваю я уже чувствую эффект вот я стою здесь рядом с окном и уже жар не пышет от него и вот даже видите вот здесь не заклеенная части я подношу руку и прямо я чувствую как вот исходит как вот из печки на такой жар переносим руку сюда и все прохлада это удивительно конечно по-хорошему вот эту эту фольгу нужно наклеивать с обратной стороны стекла именно с обратной стороны не изнутри тогда максимальный эффект но у меня нет доступа у меня там москитная сетка металлическая я не могу вылезти наружу все это сделать снаружи и там нет балкона там просто козырек такой из пластика на него встать нельзя никак и я не могу это сделать снаружи но по крайней мере даже изнутри друзья это очень эффективно и прямо я сейчас чувствую насколько это эффективно и это чудо такое супер конечно да видите не вплотную конечно здесь есть просветы по крайней мере они не очень влияют эти просветы но по крайней мере свет поступает из окна через них хоть какой-то но мне самое главное это температура в свет ладно бог с ним темно я могу с этим смириться и у меня много лампочек тут светодиодных они потребляют очень мало электроэнергии я могу включить и тот же самый почти дневной свет на крайний случай я могу пойти на крышу там и наслаждался сковородкой и дневным светом фольга конечно теплая еще бы хорошо сверху чем-то вот так закрывать эту фольгу ну я повешу сюда просто не чтобы и фольга не грела воздух даже но по крайней мере и самого инфракрасное излучение она в комнату не проходит вот здесь я стою и мне прохладно вот что получилось друзья смотрите здесь фольга здесь фольга да прекрасно вот это у меня окно открывается можно открыть вечером открываем и все наслаждаемся прохладным воздухом вечером днем закрываем вот эта часть окна она нагревается больше всего вот эта часть потому что солнце обычно у меня светит вот оттуда и вот эта часть самая горячая поэтому я еще вот этот картон сюда прикрепил приклеил приколхозил можно сказать картон то есть там получился получился здесь такой как бы теплопакет у меня стекло потом идет фольга которая отражает инфракрасное излучение и чтобы оградить от нагретой фольги она тоже нагревается вот этот картон картон у меня остался от упаковки холодильника когда его покупал правда темно стало в комнате но темно меня сейчас это меньше всего волнует освещение вот достаточно здесь лампочек у меня и последний штрих прикрепил простыни вот там одна простынь она идет прямо сюда до самого подоконника видите и здесь еще 2 все теперь здесь прохладные эти простыни не нагреваются вообще замечательно смотрите друзья подоконник стал холодный ну не сказать что он ледяной конечно но он прохладный а в это время здесь без этого всего подоконник был горячий и он нагревал комнату я просто счастлив что я сделал вот эту всю систему вот с этим охладителем воздуха когда его включаешь вообще хорошо ну конечно это не с кондиционером все это колхоз ну лучше всего конечно было бы поставить вот сюда кондиционер но вот этот весь колхоз друзья я надеюсь я надеюсь что он сэкономит мне эти 30 тысяч рупий которые стоят кондиционер он стоит наверное 20 от 20 до 30 тысяч в зависимости от моделей плюс еще установка я думаю больше никогда я не буду здесь находиться эти два месяца самые жаркие месяцы в году буду куда-то уезжать но вот поскольку так получилось не думаю что такая ситуация может быть каждый год другое время года здесь у меня хорошо сейчас вот на улице 41 друзья 41 на улице и подоконник у меня прохладный пока я не приклеил фольгу у меня здесь все было горячее и я как помните я вот отсюда убрал стол свой рабочий стол я переместил вот сюда подальше от окна потому что из окна просто такой как бы ну как будто вы сидите около открытой духовке или у вас открыта дверь в сауну в жаркую сауну и вы сидите около этой двери то есть окно это как дверь в сауну вот эту простынь я могу вот так это двигать и вечером открывать окно вот сейчас я открыл окно и я чувствую как жарко там на улице друзья хотя у меня видите у меня совершенно не солнечная сторона у меня солнце здесь только до 8 до 9 утра потом его нету она вам там встает вот так и сюда так наискосок светит и очень сильно нагревает вот этот угол и вам там наверху еще форточка у меня она тоже открывается а днем вот так у меня открыто хоть там на улице может быть и выше 40 вот сегодня 41 сейчас нужно чтобы в немножко была открытая форточка вот этот доступ воздуха чтобы оптимально работал вот этот охладитель воздуха ему нужен сухой воздух сегодня у нас манга друзья 4 манга 1 килограмм 80 индийских руби 80 рублей килограмм какая из них самая красивая самая мягкая вот это вкуснятина это вкуснятина